Всем привет! С вами Роман и сегодня ко мне на обзор попал вот такой вот наборчик. Это Штурм Тигр в масштабе 1.35 от фирмы Италери. Набор конца 80-х, начало 90-х со всеми вытекающими. В адрес этого набора присутствует у моделистского сообщества огромное количество критики, потому что этот набор очень, скажем так, специфичен в плане собираемости. Ну и копийности и проработки тоже есть много вопросов. Но на данный момент этот набор не является безальтернативным. Есть классная альтернатива от АФВ Клаб и от других производителей. Итак, что мы видим? Ну вот такой вот интересный бокс-арт. Тут Штурм Тигр на фоне каких-то разрушенных зданий. Судя по архитектуре, это западная часть Европы. С этой стороны мы видим описание модели, краткоисторическая справка. На нескольких языках русский среди них отсутствует. Видим также длина модели 179 миллиметров, ну 18 сантиметров длиной получается эта модель. С обратной стороны продолжение описания моделей. 1997 год выпуска и здесь мы видим список красок, которые используются при постройке этого набора в краске с привязкой к фирме Model Master. Model Master это краски от Витала. Итак, откроем коробочку. Что нас встречает внутри? Так, ну вот это полезная бумаженция. Декаль. Декаль вот такая вот у нас. Так, и далее схема сборки. Здесь у нас идет опять же историческая справка на очень многих языках. Здесь расписаны меры предосторожности. Далее схема расположения деталей на литниках. Видим здесь вроде как 4 литника. Так, далее у нас идет вот такая вот цветовая схема. Ну и далее идет схема сборки. Вот такая вот схема. Далее у нас продолжение на обратной стороне. Ну и в конце вот так вот. С этой стороны у нас схема окраски и нанесения декалей на один вариант. Германия, 1945 год. Вот так вот. Так, перейдем к самому пластику. Так, первое, что у нас здесь сразу мы видим, литник с элементами боевого отделения. Здесь есть некоторая имитация этого самого боевого отделения. Что, скажем так, очень хорошо, потому что на той же самой модели от АФВ внутрянку нужно докупать по стоимости примерно равной стоимости модели. Так, здесь у нас шатуны. Тут у нас звездочки. Куча разной дребедений. Ну и вот само орудие. Видим внутри какого-либо намека на наличие нарезов нет. Хотя орудие было нарезное. Так, ну и с обратной стороны этот же литничок вот так вот выглядит. Так. Вот, кстати, то, что отвалилось с того литника. Это у нас рубка. Видим тут сварные швы. Имитация листов брони присутствует. Для модели 90-х годов сделана, в принципе, очень недурно. Некоторая такая вот фактура брони читается. Хорошо сделана именно рубка. Так, далее у нас вот еще две отвалившихся детали. Это двигатель Maybach, насколько я помню. Ну и под него некоторая имитация моторного отсека. Так, вот такая вот ванна корпуса. Видим, вот так сделана, выполнена. Смотрится это все прикольно. Ну, собирается, конечно, так себе. Что вот это за ступенька читается, я так и не понял. Она, самое главное, не чувствуется на палец, но ее видно визуально. Как так получилось? Нахрена? Я так и не понял. Так, еще один литник. Здесь у нас, видимо, элементы корпуса. Различные элементы внутреннего убранства. Боевого отделения. Ну и всякая мелочевка. Видим, тут некоторые элементы выполнены с циммеритом. Ну, циммерит тут, конечно, такой деревянный чуть-чуть. Так, ну и последние два литника. Сейчас покажу. Они абсолютно идентичны. Тут, кроме самих снарядов вот этих 380-мм катков и гусениц больше ничего нет. Гусеницы, видим, здесь полунаборные. Собираются они, в принципе, неплохо. Знаю это по модели Кинг Тигра. Единственный недостаток, вот здесь вот следы оттолкателей прям на довольно видимых местах. Ну, что можно сказать по итогу. Модель, в принципе, нельзя сказать, что она плоха, но она и не идеальна. В любом случае потребует того, чтобы докупить автомаркета. Для того, чтобы собрать нечто, скажем так, хорошо похожее на штурм-тигр. Ну, также, в принципе, подойдет для начинающих. То есть, для тех, кто не заморачивается в матч-части, просто хочет собрать из коробки и получить вот такую вот немецкую самоходку. Единственный недостаток у всех моделей штурм-тигра, которые сейчас выпускаются, это цена. Найти модель дешевле 3,5 тысяч рублей, это сейчас где-то 40 долларов, просто нереально. Если реально, если кто-то знает каких-то производителей, которые выпускают штурм-тигра стоимостью ниже 40 баксов, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет любопытно подсчитать. А на этом видео будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк внизу, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Пока.